У Тамары Петровны есть дом на берегу Кубины, и эти места часто попадают на новые работы художницы. Она пишет акварелью по мокрому холсту, и делать это нужно мгновенно. И нет времени на исправление, но зато растекшиеся краски создают очень интересный эффект, как здесь, например. Они очень похожи на бушующий ливень. Эти работы совсем свежие и были написаны буквально пару месяцев назад. Яркие, полные жизни и непредсказуемые, как стихия. А на противоположной стене рисунки с совсем иным настроением – статичные, лишенные цвета. Они сделаны с натуры, той, которой уже давно не существует. Нет, наверное, уже этого в Вологде. Скорее всего, нет вот такого дома уже в Устюжне. Трагический образ создаётся на этом рисунке. И создаётся он ещё благодаря тому, что берётся такая техника, как уголь. Художница Тамаре Рыбаковой в этом году исполнила 70. На юбилейной выставке в картинной галерее Волокжанка предстаёт во всех своих ипостасях. Как акварелист, реставратор, мастер художественного текстиля и график. Экспозицию готовили долго, признаются сотрудники музея. Сложность была в том, что, во-первых, иконы, которые реставрируют наши художники-реставраторы, они хранятся в разных музеях нашей области. И бывает, что и за её пределами, в частных коллекциях. Поэтому это нужно всё собрать, это всё непросто, нужны специальные условия. Ведь самой старой иконе здесь около 700 лет. Она сделана из цельного куска дерева. Но этот материал имеет свойство сужаться и расширяться под влиянием погоды. Поэтому вся его поверхность покрыта глубокими трещинами. Эту святыню Татьяна Петровна восстанавливала несколько месяцев. А вот на эту, так называемую, тощую свечу ушло гораздо больше времени. Перед реставратором стояла задача восстановить надпись на бордюре, которая выполнена на старославянском языке. Уникальные экспонаты для выставки привезли со всей области. Экспозицию назвали и небо, и земля. Действительно, она обращается и к вещам, связанных с природой, то есть с землёй, на которой она живёт. А небо – это, наверное, как раз обращение к древнёвской культуре, к духовному, что вообще должно, наверное, быть в каждом человеке. Апогея этой мысли – работа крест в технике батик. Она соединяет в себе и народные мотивы на лоскутах, и православные символы. Познакомиться с работами Тамары Рыбаковой сможет каждый. Выставка «И небо, и земля» будет работать до конца года. Ольга Амелина, Алексей Романов. Новости Вологды.